ГИБДД прокомментировали инициативу по обязательному введению водительских прав для всех электросамокатов. Подробности смотрите далее. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочное. На днях в ряде СМИ, в особенности касается этой публикации в Новосибирской области, были опубликованы сообщения на тему того, что якобы региональная госавтоинспекция призвала ввести обязательное владение водительскими правами категории М для управления всеми видами электросамокатов. Оперативно в ведомстве в региональном ГИБДД Новосибирской области опубликовали и официальный ответ по поводу данных сообщений. Сегодня ряд СМИ распространил информацию о том, что в ГИБДД предложили запретить жителям Новосибирской области ездить на электросамокатах без прав. Указанная информация не соответствует действительности. В соответствии с пунктом 1.2 общих положений правил дорожного движения, гражданин должен иметь водительское удостоверение категории М для управления в том случае, если электросамокат по техническим характеристикам оснащен электродвигателем номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. Призываем представителей СМИ ответственно подходить к подготовке материалов по вопросам деятельности ГУ МВД России по Новосибирской области и обращаться за необходимыми комментариями в пресс-службу ведомства, сообщает в своем пресс-релизе МВД России по Новосибирской области 22 апреля 2022 года. Таким образом, согласно данному ответу, ГИБДД в очередной раз подчеркнули, что наличие водительских прав категории М необходимо только если мощность электросамоката либо другого устройства индивидуальной мобильности превышает 250 Вт. Согласно действующим правилам дорожного движения, подобные транспортные средства приравниваются автоматически к мопедам. Соответственно, нужны водительские права категории М. Кроме того, если управлять такими мощными электросамокатами в состоянии алкогольного опьянения, то можно легко остаться и без обычных водительских прав. Что касается введения водительских прав вообще автоматически, для всех электросамокатов, независимо от мощности, эту информацию, получается, в ГИБДД опровергли. Я напомню, на сегодняшний день в России уже последние несколько лет активно обсуждаются инициативы по введению отдельных правил в правила дорожного движения, которые касаются непосредственно средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, гироскутеров, моноколес и всего прочего. Однако на сегодняшний день это обсуждение по-прежнему не закончено. Были разные инициативы, там ввести ограничения по передвижению по проезжей части, по скорости, по возрасту. Но по факту на сегодняшний день в правила дорожного движения никаких изменений по этой части не вносилось. Поэтому отдельных правил для таких средств индивидуальной мобильности в России пока что не существует. Вот такая вот информация. Надеюсь, это видео было для вас полезным, интересным. Что вы думаете по этому поводу, вы традиционно можете поделиться своим мнением в комментариях под данным видеороликом. Спасибо, что рассмотрели его до конца. Всем удачи на дорогах и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok